Уважаемые зрители, всем привет! С вами программа «Мишень», программа о фехтовании, чести и приключениях. У нас в гостях, точнее, мы сегодня в гостях, прежде всего, в Театре Ленсовета, и с нами Сергей Григорьевич Мегицко. Сергей Григорьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что согласились с нами встретиться. У меня такой вопрос... Один вопрос! Да. У меня не один, но у меня... Что с деньгами? Когда Ольга Константиновна Румянцева позвонила мне, директор фестиваля «Звёздный клинок», которого все мы ждём, фестивали сценического хитома, позвонил мне и сказал, что я хочу пригласить в жюри Сергея Григорьевича Мегицко. У меня не возникло вопросов, почему у вас, я знаю. Но когда она позвонила вам и предложила это, у вас не возникло вопросов, а почему я? Серёжа, вы понимаете, у меня вопросы возникли только потому, что я занятой человек, и я же не могу отбывать номер, быть свадебным генералом. Меня очень часто приглашают участвовать в жюри, где-то там, значит, на фестивалях какого-то рисунка конкурса, какого-то там, значит, забега досаафовцев и так далее. Я, как сказать, я разрываться, честно говоря, не могу, уже просто не тот возраст, и моя работа не даёт мне воздуха. Я человек занятой. Но в данном случае это разговор, так сказать, отдельный, потому что я очень люблю сценическое, я оговариваюсь, сценическое движение, сценическое твихтование. Я по-особому отношусь к этим видам, так сказать, искусства, вот, и я счастлив, что прошёл эту школу, вот, так я её прошёл или так, это уже разговор другой, вот. Поэтому я через паузу согласился, но повторяю, что я говорю, что вот мне нужно будет от чего-то отказываться, чтобы быть, значит, вот членом жюри такого фестиваля. А у меня, например, не возникло вопросов, потому что я сразу вспомнил 1989 год, когда вы сыграли в фильме Наума Бирмана «Серано де Бержрак» роль Девольвера. И вот эта знаменитая баллада, это 1989 год. Точно, да? Григорий Гладий играл Серано. Гладий Гриша, да. Да, а вы сыграли де Бальвера. Это одна из канонических хореографий фехтовальных, сцен, да, фехтовальных сцен, вошедших мировых. Нет, что значит, у нас в институте, мне кажется, чуть ли не на госэкзамене по фехтованию, вот, мы играли вот эту сцену. Это наш заведующий кафедрой, выдающийся педагог, фехтовальщик и артист Иван Эдмундыч Кох, профессор, вы это имя знаете наверняка, вот, сделал вот эту сцену, ну, так сказать, вектором госэкзамена. И я в том числе ее играл, а мы ее играли. Я, правда, долго не мог разобраться, что такое посылка, потому что, ну, зрители кто-то знают или кто-то не знает там. Если кто-то не знает, откройте эту сцену у автора, у Растана, там, значит, серано все время приговаривают, я попаду в конце посылки. Предупреждаю честно вас, что попаду в конце посылки. Для не знающих посылка это последнее четверостишее. А для меня была посылка, это из дома мне присылали посылки там с продовольствием, но все-таки я разобрался, что такое посылка. Это было в институте, когда мне пришлось играть в Альвера, уже в кино. Ах, сударь, вы излишне пылкие, ах, как бы пыл ваш не погас. То постановщиком этого боя был Кирилл Николаевич Черноземов. Другой, выдающийся, я считаю, один из основоположников нашей ленинградской, петербургской, фехтовальной школы. Выдающийся педагог и артист. Вы знали, что Кирилл Николаевич был однокурсником Алисы Брунн-Фрэнли? Нет, не знал. Не знали. Он был артист очень хороший. Но ему нравилась больше вот эта вот романтика, этого, значит, боя. То, что вокруг были молодые, он занимался обучением. Ну, о нем мы когда-нибудь или там чуть подальше отдельно поговорим. И вот Кирилл Николаевич пришел. Ну, ладно. А вы знали о том, что Кирилл Николаевич Черноземов и Иван Эдмундович Кох дублировали в «Гамлете»? Конечно, знал. Это вы знали, да. Все, извините, что где-когда заканчивается. И вот Кирилл Николаевич пришел на первую репетицию. Ну, мы, значит, там где-то в зале, там на фильме, оружие. Мы встали, значит, в позицию. Он говорит, Магиско, ты помнишь, ну, что-то из института? Я говорю, ну, когда помню. Ну, давай там раз, два, три, четыре, троечка, четверочка. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Говорит режиссеру, нужен дублеж. И все. Он в педагоге вот этого времени, этой волны были очень честолюбивые. Он понимал, для него поединок в кино Вальвера и Сирано – это история, которая останется навсегда на пленке. И то, что это будет тик-тик-тик-тик, э-ть-ть-ть-ть-ть-ть, это уже не Сирано и не Вальвер. Невзирая на то, что Вальвер проиграл бой и там все. Это были дворяне, которых учили фехтованию с детства. Они прекрасно фехтовали, были координированы, знали все эти приемы. Разбуди его ночью, и он пойдет с тремя там сражаться. Я уже о Сирано не говорю. Вот поэтому нас дублировали и меня в поединке, и Гришу Гладия, который играл Сирано. И нас дублировали тогда четверокурсники Кирилла Николаевича, Артур Ваха, который теперь известный артист, очень хороший парень, мой товарищ боевой. Он меня дублировал, Артур, а Гришу Гладия дублировал Сашу Выков, который тоже известный артист и тоже у нас когда-то работал. Вот такая история. Вот это я вам рассказал то, чего бы вам никто бы не рассказал. Поэтому на крупных планах я весь мокрый, значит, вольвер, потный, и все. А на общих планах все элементы боя проводит Артур Ваха. Вот там и все. Я прочитал несколько интервью с вами перед тем, как мы встретились, и заметил, что вы несколько раз говорите о том, что вы бы хотели, чтобы ваш городничий вызывал сочувствие. А утром сегодня я пересмотрел вот эту дуэль Девольвера, и там в конце вдруг появляется в Девольвере такая фраза. Я был не в форме. Вы могли бы ее не говорите. Вы так грустно это сказали. И это вызвало такое мое сочувствие к Девольверу неожиданно. А этого нет у Растана. Это ваше собственное привнесение? Вы знаете, Сережа, понимаешь, я вот сейчас не помню, было ли это в сценарии режиссером прописано, или это придумал я. Ну, неважно. Но я был не в форме, ну, так сказать. Я еще раз говорю. Они, если дело доходило до дуэли, я очень много литературы прочитал, когда учился. Мне очень нравилось фехтование, сценический бой, сценическое движение, ритмика. Такой еще у нас был аксессуар. Ну, не аксессуар, а предмет. Стили всевозможные. И они мне, вот все, что я наработал в институте, вот клянусь, это мне все пригодилось и на сцене. Вот честно говорят, так вот, вот эти люди того поколения, конечно, я их не знаю, пощупать как вас я их не могу, но они выходили на дуэль побеждать. побеждать. Ну, конечно. Они выходили, они... Там как Игьючек и... Господи, и... И Виола. Дерутся в 12-й ноте и разбегаются. Нет, они выходили, побегали. Вот поэтому фраза Вальвера, я был не в форме, мне кажется, звучит очень органично и теряет сознание. Вы много вспоминаете сейчас, в процессе нашего разговора, об обучении. Вы учились непосредственно у Ивана Эдмундовича? Нет. Нет. Немножко не так. Сейчас будет названа мною третья фамилия удивительного человека, Андрей Петрович Оливанов. Вы о нем что-нибудь слышали? Я был с ним знаком. Были знакомы, да? Мы были первым курсом Андрея Петровича. Андрей Петрович тоже по образованию артист, захотел заниматься вот сценическим движением и фехтованием. И мы были первым курсом, а он, как человек амбициозный очень, он очень много отдал нашему курсу. У нас были там какие-то факультативы, мы оставались после занятий. Кто не понимал, он с удовольствием давал дополнительное время. Иван Дмундыч Кох курировал все эти занятия. Приходил. Кирилла Николаевича Черноземова мы видели только на экзаменах. Он прямым педагогом у меня не был. Но у нас просто была всегда взаимная симпатия с Кириллом Черноземовым. Мы с ним там всегда пикировались в шутках, в юморе. Он был очень остроумный человек. Что только стоят шутки про его калоши. Он ходил в калошах. Я не знаю, ну такая, не знаю, может была мода. Не знаю там что. И Кирилл Николаевич Черноземов все время ходил в калошах. Иногда даже в сухую погоду. И у него был какой-то юбилей. Я не помню, то ли ему лет 45 исполнялось, то ли там 50. Я вот сейчас, я не помню. И мы ему подарили курсом пара 50-ка калортов. А Андрея Петровича очень любил. Иван Дмитриевич, я уж не знаю, какая у них была там связь, какая там отец и сын. Ну я имею ввиду отец и сын, ну так сказать. Но очень его любил. И Андрей Петрович нам дал очень хорошую базу. Очень хорошую базу. Вот в том числе и фехтовальную. Я так считаю. Ну, потому что я оружие не держал с тех пор в руках. Это было, господи, 25... Страшно вспомнить. Ну, под 50 лет тому назад. Но когда вот совсем недавно, в прошлом сезоне, я репетировал в театре музыкальной комедии. Мюзикл... Я ненавижу Гамлет. И у нас там с партнером очень серьезная фехтовальная сцена. Ну я так считаю. Бывают, конечно, фехтовальные сцены и покруче. Но на мой взгляд... И вы знаете, я когда взял в руки оружие, то вот... Могу сказать, что вот фехтовальный мастер, Мария Добровольская, которая сейчас преподает на Маховой, она была немножко удивлена, что... Ну, как это я, так сказать, там, все... Ну, все помню там. И больше того, там, делаю все эти трюки не просто там с холодным лицом, а... Черноземов учил больше кричать, чем фехтовать. Он во время поединка кричал так, что там стекла дрожали. Вот и там... На! И все. Ну вот я вот почему-то от него этому заразился. И вот если посмотреть на то, как мы сейчас фехтуем, то, вот там конечно крику больше, чем самого фехтования. Так что мой... Мой... Мой учитель Андрей Петрович Олевонов. Я считаю, что мы даже больше сделали, чем нужно было. Ну, так нельзя говорить. Но я говорю, чем ты больше возьмешь в институте, тем тебе потом, ну, выдающийся полководец российский Суворов говорил, больше пота в учении, меньше крови в сражении. Где армия, а где искусство? Эту формулу я считаю приемлемым и для театра, и для кино. Когда человек обладает базой, у нас в частности, я вот не помню, массовой фехтовальной драки у нас на курсе не было, но у нас была массовая драка, мордобой. Иван Демундович Кох снял это у него, господи, я сейчас смотрю, нас снимают там раз-два-три камеры, а камеры-то на телевидении одна весила 500 килограмм. И у Ивана Демундовича Коха была такая небольшая камера, немецкая какая-то там, Карл Цейс, я ее не помню. И он наиболее значительные, значимые номера своих студентов снимал на камеру. У меня два таких номера. Вот это вот массовая драка, когда дрался весь курс, 28 человек. А вторая у нас был такой номер, замедленная драка. Мы, значит, с партнером начинали драться, а потом замедляли, и Европе это делали. И Иван Демундович два раза ее снимал. Вы сказали, что есть две записи, они есть у вас, их можно? У меня их нет. Это, конечно, утрачено. Этого нет. Нет, я думаю, нет. К сожалению, уже нет Ивана Демундовича и Андрея Петровича. И мне кажется, что в архивах Коха тоже этого быть не может. Мы недавно изучили архивы Коха, там, конечно, этих записей нет. Однако, добавлю от себя, у меня из семьи Коха есть четыре пленки. Есть, да? Есть четыре пленки, мы их еще не оцифровали. Ничего себе. А что, что непонятно, да? Непонятно. Там написано на коробочках экзамен, какой-то год там, 71-й, вот что-то такое. А курс какой, непонятно. Ну вот, оцифруйте. Предстоит оцифовка. Может быть, там и нас, и... Лидия Николаевна Маслова передала мне эти пленки. Не были ли вы знакомы? Как это не было знакомо? Это супруга Ивана Демундовича? Да, да. Был? Конечно, да. Я знал хорошо и дочь Ивана Молочева. Алену Ивановну. Алену Ивановну. Мы очень дружили, но, видишь, потом как-то нас судьба разбросала. У меня с Аленой были очень тёплые такие вот, чуть ли не братские отношения. А с Иваном Демундовичем, да. Иван Демундович, он говорит, да, это отдельная программа. Таких людей забывать, конечно, нельзя. Он был, конечно, точечный человек. Абсолютно, абсолютно, это вообще гордость культурного Петербурга. Во-первых, внешность у него была потрясающая. Во-вторых, такая энергетика и харизма. И, конечно, внешний ряд, он очень много уделял этому лоску. Он всегда был в бабочке, в чистейшей рубашке, в жилетке, сухой. У нас даже какие-то ходили сплетни, что он дуэлян. Ну, конечно, он никакой не дуэлян, надо было просто посмотреть на год рождения и понять, что дуэля уже так могло не быть. Но все говорят, Кох, Кох дрался на дуэлях. Каких дуэлях он дрался? Ну, то есть... Как-то вы рассказывали, что ваш друг Михаил Сергеевич Боярский учил вас скакать на коне. Кстати, может быть, вспомните эту историю. Так нет, а чего ее вспоминать? Я не забыл. Видимо, Мишу тоже кто-то так учил скакать на лошади. Потому что это, я считаю, это очень хороший народный способ. Я к тому времени, я у Эльдар Саныча Рязанова был утвержден на Андерсенов. А там Эльдар Саныч с Ираклием Великий написали сценарий «Крутой», где, значит, артист, играющий Андерсена, играл еще и несколько персонажей значит, аандерсоновских произведений. Я там играл короля Дании, который был по, так сказать, по легендам, блестящий наездник. А я на лошади-то никогда не сидел вообще, ни разу в жизни. Ну, как, ну, не приходилось. В первом съемочном дне я сел на лошадь. Ну, как сел, так и встал. И, господи, там ничего не получилось у меня, ничего. Хотя там ребята-каскадеры запускали, вам, наверное, известен этот термин, запускали меня все. Ну, я сидел именно как все. И получил я от Эльдара Саныча урок. Урок, прапорщика, солдату, ну и, в общем, все. И приехал в Питер. И мы с боярцем в бане сидели, значит, парились. Мы большие любители этого искусства. Я говорю, Миша, ну ничего не понимаю. Я, ну это вообще какой-то кошмар. Я, как это самое, как кое-что в проруби. Я говорю, болтаюсь с нами. Он говорит, иди сюда, спустись на полок ниже. Я сел ниже. И он меня обхватил, как вот, с двух сторон коленями. И очень сильно сжал. Он говорит, Сережа, понимаешь, вот так ее надо держать. Только тогда она чувствует, что ты опытный человек. И она тебе, она уже, вот, она уже твоя. И потом уже ею управлять. Вот это был самый первый урок. А потом я пошел уже в конно-спортивную школу. Десять уроков, или там восемь, я честно отъездил. И уже на следующую съемку пришел уже, так сказать, обстрелянным. Не доводилось ли Боярскому учить вас фехтовать точно таким же способом? Вы знаете что? Я еще одну фамилию не могу не назвать. Боярский меня не учил фехтовать. Нет. Но я знаю, кто учил фехтовать Боярского. Владимир Яковлевич. Еще один выдающийся человек, Владимир Яковлевич Боярский, вот это был фехтовальщик. Вот бы интересно было бы мне посмотреть, я не думаю, чтобы Черноземов там был сильный спортивный фехтовальщик. Он владел искусством сценческого боя. Но вот Кох был спортивный фехтовальщик, и мне было бы интересно посмотреть на спарринг Болона и Коха. Но это, к сожалению, нереально. Владимир Яковлевич был потрясающий человек. И вот не шпильку Миши я вставляю, нет. Миша классный, он Миша. Миша это Миша. Но Миша не сильный двигун, я имею в виду, не сильный движец. У Миши со спортом свои отношения. Там и по поводу танца, и по поводу фехтования. Но когда Миша прошел, когда Михаил Сергеевич, когда Миша прошел школу Владимира Яковлевича, Миша стал Михаил Сергеевич. Он блестяще фехтовал. Володя научил его всему. Легкость этой пластики. И там они все, господи, и там еще те фехтовальщики, там Смирницкий, знаешь, Валя, шикарный артист вообще. И Венис Смехов, потрясающий артист. Но вот я с Игорем Старыгином тоже был знаком. Но я не знаю, какая была база у Игоря Старыгина. Но после встречи с Баллоном они получили, конечно, очень серьезные навыки. Очень серьезные. Это говорит, вот еще раз, это говорит о том, что в жизни любого человека, там, ну, конечно, про артистов мы даже не спорим даже, а вот должен быть педагог. Поэтому фехтование и любую сценическую, движенческую историю самому не взять. Нахрапом, э-э-э-э, нет. Это точно, я могу спорить на любые деньги, пожалуйста. У вас в Андерсоне еще была одна пластическая работа, невероятно сложный танец Владимира Васильева. Как вы с этим справились? Это может быть даже, ну, это на одном уровне по сложности с поединком де Вальвера. На мой взгляд, это было даже посложнее, чем поединок Вальвера и Серано. А, и во всяком случае в этом танце вас никто не дублировал? Ну, это точно, меня не дублировал никто, этот Васильев вынул душу из меня, из моего партнера. Значит, когда мы познакомились просто, где-то мы кофе пили, Рязанов, Васильев и ваша покорная слуга. А добрая улыбка Васильев, он говорит, это должен быть, ребята, хороший танец. Из этой улыбкой ничего не было видно, что он там. И когда мы первый раз встретились в зале, вот в Москве или в Питере, я сейчас уже не помню. И он показал комбинацию в силу. И я говорю, не-не-не, это я не сделаю. Как не сделаю? Да сделай, я не сделаю. А нельзя помедленнее? Я говорю, не, он говорит, нет, помедленнее нельзя. Нет, и мы один раз, по-моему, или два, да никакая разница сколько, один, два или три, порепетировали с Васильевым. Все, и он больше не появлялся. И он попросил Костю Заклинского, знаменитого танцовщика нашего в прошлом Амариинского театра, чтобы он с нами порепетировал. И мы где-то в районе месяца в Вагановском училище, в зале, вот нарабатывали этот танец. Ну все, потом начались съемки. Мы танец снимали три дня. Мы его снимали три дня. С такого ракурса, с такого. Такая реакция, такая. Этот план, этот план. Ну вот, эту всю сцену с тенью мы снимали три дня. Ну это, я считаю, это очень много. Но тем не менее. Ну и вот, вот, результат. Вы знаете, и вы, наверное, его смотрели там, в предвстрече со мной. Что вот на премьере, после танца, были аплодисменты. Наверное, скорее всего, о Васильеву, постановщику. Но мы его, но мы... Я устал. Не хочу жить. Это не жалоба. Это я не жалуюсь. Это констатация. Я даже на второй день попросил своего друга, массажиста, чтобы он присутствовал на съемках. И он приехал в Пушкин и сидел у нас. У меня просто все тело, оно не работало вообще. И каждую свободную минуту, это значит, и Витя, меня и партнера. Хотя партнер молодой. И когда закончили... Сцена снята. Мы сначала упали с партнером, ну, в шутку. Потом Васильев стал раскланиваться. Всего доброго, вам спасибо. Как, знаете, как красиво. Представьте, как Васильев красиво кланяется. И вам спасибо. Оркестр все. И пошел. И мы со Стасом побежали за ним. Всего доброго, всего доброго, он говорит, и вам всего хорошего. Идет по лестнице, мы за ним. Всего доброго, и вам всего доброго. Сел в машину, мы в машине. Всего доброго, и вам всего доброго. Он в машину поехал, а мы бежим. Всего доброго. Говорю, эти три дня, господи. Ну и возвращаясь к будущему фестивалю, членам жюри которого, я надеюсь, что у вас удастся по времени, и вы станете. Я хочу вам сказать, это не первый будет фестиваль такого толка в моей жизни. Ну, уже, наверное, лет, больше пяти лет тому назад, Андрей Петрович Оливанов на Маховой, в Театральной Академии, проводил вот что-то подобное. Если вы позвоните на кафедру, вас там проконсультируют. Это был международный конкурс сценического фехтования и поединка. И это было очень интересно. И это было безумно интересно. Тут приезжали ребята из Грузии, из Казахстана, поэтому там он был назван международный. Приезжали из Казахстана, откуда-то еще, я не помню, уже там из Эстонии. Я не помню. Но это было, я вот был членом такого, членом жюри вот такого фестиваля. Это было очень интересно. Сейчас кое-кто из педагогов театральных считают, что это, что сценическое фехтование, это, так сказать, ладно, не будем говорить сценическое, что фехтование, что фехтование это вчера и день, не обязательно, и все. Я не хочу спорить с этими педагогами, это их личное, знаешь, так, как самое, хочу, скажу, не хочу, не скажу, но я считаю, что это вечное, это вечно артист, приходящий работать в театр, ну а скажем, в такой большой, серьезный национальный театр, как наш, должен уметь делать все. А у нас приходят разные. Приходят героики, я артист, ну давай, а я не умею, ничего нет, а попробуй, а я ничего нет, вот и все. А есть ребята, которые и сальто умеют крутить, и колесо, и с оружием на «ты», вот у нас в 12 ночи они фехтуют. Пусть это небольшой объем, но это хорошее фехтование. Если посмотреть глазами члена жюри, например, вы упомянули Гамлета Смоктуновского с дубляжом черноземного, и, допустим, Михаил Сергеевич Боярский с Владимиром Бауэном, поединок Д'Артаньяна и Д'Жиусака. Только Гамлета дублировал не черноземного, черноземного дублировал «Лаэрта», а Гамлета кто дублировал? А вот я, насколько знаю, черноземов дублировал Смоктуновского. Серьезно? Да, черноземов дублировал «Лаэрта», а Смоктуновского дублировал «Кох». Они вдвоем там работали. «Кох» – это вообще удивительно. Это вообще, как сказать, это шедевр. Два выдающихся фехтмейстера дублировали двух артистов – «Кох» и «Черноземов». Проверьте. Может быть, ошибаюсь я. Может, Гамлета дублировал черноземов, а «Кох» – «Лаэрта». От переменной места сумма не меняется. Они там оба были в кадре. Я не присутствовал, конечно, в то время. «Кох» и «Черноземов». Сто процентов. Я тоже там не присутствовал. Но я знаю. Я знаю. Кому отдадим первое место? «Гамлету» – «Смоктуновского», «Коху» и «Черноземову» или «Боярскому» и «Балону» – «Д'Артаньяну» и «Д'Ажусаку»? Вы меня разыгрываете, что ли? Эти две вещи сравнивать, а тем более соревноваться нельзя. Потому что нельзя. Видите, ну как? Это два разных жанра. Нам с вами предстоит очень тяжелая работа в жюри. По большому счету, по большому счету, конечно, поединок вот в фильме Козинцева он очень крутой. Он очень. Там очень крутой анализ. Там действительно шпага, дага. Это вообще фехтование забытое, исчезтое. Скажи, дага тебе скажут. Кого? Какая дага? Где ты? Дага, это что? Сорт вина, что ли? Понимаешь? Вот, ну, это исторически было все выверено. Оружие тяжелое. А там все. А здесь, вот в фехтовании в трех мушкетерах, ирония, характер, так сказать, импровизация, озорство, с которой там, ну, Д'Артаньян же, гасконец, шутник, там, не знаю. Мне кажется, а вы знаете, что? Нужно, я даже знака равенства поставить не могу. Я просто хочу отдать дань и Ивану Думановичу, и Кириллу Николаевичу, а с этой стороны Владимиру Яковлевичу, Володе, удивительному, мы были лично знакомы, это удивительный человек, удивительный человек, мужской харизмы, обаяния, и все, и Миша, и той паре дань, и этой паре дань. Но нужно очень, нужно очень серьезно поломать голову, чтобы определить, вот, здесь вы так на меня смотрите, что я назвал победителя. Если я кого-то назову победителем, то второй паре нужно дать специальный приз за вклад в искусство фехтования и его пропаганде, и мастерство на съемочной сценической площадке. Последний вопрос. Такой. Нашу беседу будут смотреть студенты театральных вузов, которые сейчас начнут готовиться к участию в фестивале «Звездный клинок». Что-нибудь вы им посоветуете на путь? Сережа, скажите, пожалуйста, это будут ребята нашего вуза или не обязательно? Это будут все? Это будут студенты со всей России. Не только нашего вуза, но и моего родного СПБГУ с моей кафедры и со всей России. Смотрите, друзья, это очень интересное дело, которое вот этот мишень затевает. И я зная, зная, как обучают на кафедре сценического движения у нас, на Маховой, и зная, зная, как обучают, предположим, в училище имени Щукина в Москве. Это я знаю тоже. И я знаю педагогов, и кафедру я знаю. Это очень круто. Поэтому порадуйте, порадуйте всех, кто придет, а я так думаю, что придут, там же зрители будут. Да. И будет гала-концерт отдельно. Порадуйте, порадуйте, пожалуйста, потому что, потому что помимо того, что, знаете, что это искусство, и что это способ самовыражения, и все. Это еще и радость. Это радость. Романтика. Я говорю, что вот не зря же театр, там, скажем, начала 19 века, 18 века, начинают, называют романтическим театром. Там всегда во всех, во многих пьесах были дуэли, там и зрители следили за этим со вздохом, когда бились там за честь женщины, за честь своей матери и так далее. Порадуйте зрителей, серьезно, подготовьтесь, потому что я считаю, что вот в данном случае, если мы говорим о фехтовании, то это очень серьезная история. Я так считаю. Я не буду сейчас тут голосовать и, знаете, ставьте лайки. Нет, но мне кажется, что фехтование это одна из неотъемлемых дисциплин вот нашего театрального обучения. Вперед и удачи. Сергей Игоревич, большое спасибо за встречу, за беседу. Дорогие друзья, с вами была программа «Мишень» и я ее ведущий Сергей Мишенев напоминаю, чтобы попасть в цель, нужно целиться немного выше. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok